Можно поговорить о философской концепции истины, которая является немножко другой, чем привычные повседневные научные образования. В самом деле, у нас принято всегда и понятие истины в философии связывать с добром, то есть с должным, то есть с прекрасным, то есть с красотой, и то самое это будет все относиться к бытию. Что же тогда такое бытие? Почему понятие истины так связано с бытием? Ну, в самом деле, давайте посмотрим на какой-то простейший мысленный эксперимент и его обсудим. В самом деле, представим себе, что предмет выступает в качестве непосредственного внесознания. Это означает, что знание этого предмета полностью захвачено этим предметом и ему полностью эквивалентно. Знание захвачено предметом. Таким образом, знание находится в отношении непосредственности, по отношению, собственно, к предмету. Что же со-знание или само-знание может сказать о себе в этом отношении, когда оно полностью захвачено предметом? Еще раз скажу, что полностью захвачено предметом и восприятие в связи с сердцами или, например, ощущениями. Интуиция такая есть. Такая есть интуиция, что у нас знание полностью захвачено предметом. Тогда оказывается, что единственное знание в этой ситуации захваченности может сказать то, что оно есть. Что это означает? Мы сразу же получаем целую философскую систему из этого простого фактора. Мы видим тем самым образом, что предмет не только является предметом знания, но и является существующим. И бытие этого предмета оказывается не на стороне собственного предмета, а на стороне сознания. В этом смысле можно сказать, что бытие является формой данности предмета сознанию. Но что для нас в данном непосредственном восприятии очень важно, это то, что оказывается бытие или непосредственное единственной истиной подобного непосредственного восприятия. Но согласитесь, что это именно так. Еще раз. Непосредственное. То есть бытие оказывается единственной истиной подобного восприятия. Когда у тебя знание со всей своей определенностью Сознание может сказать в этой ситуации только то, что я и есть. Его единственной истиной является его бытие и непосредственность. На самом деле Игорь излагает первую главу феноменов Недуба Гегеля. Не уверен, что я сейчас к этому перейду. Что здесь важно видеть? Мы видим, что понятие истинности непосредственным образом связано с бытием. И мы понимаем, что для любого философа, для какого бы либо не было, то, что истина, добро и красота, и это все есть другие слова или другие имена бытия, и это имеет отношение к непосредственности. Все, что мы ищем, это мы ищем как бы непосредственно. Обращаемся опять к Гегеле, к первой главе феноменов Гетуха, которая говорит об истине чувства и достоверности. Мы всегда касались этой ситуации в отношении чувства и достоверности. Теперь на эту главу можно посмотреть с точки зрения истинности, об истинности чувства и достоверности. Что здесь Гегель пытается искать в качестве непосредственного или в качестве истинно-вышленного путия? Вот это же бытие, он же вначале непосредственный предмет, потом у него непосредственно знание. Это непосредственно знание. А потом, это у нас оказывается, что непосредственностью это является отношение того и другое. Но обратите внимание, что истину опять он пытается искать в бытии или в непосредственном. И это так. И это точка зрения, с которой настоящие ученые, по большому счету, мало знакомы. Оказывается, что истинный, где-либо еще в том-то или ином мире, связанно с непосредственным или с бытием. Поэтому, когда говорят, что Христос есть Альфа и Омега, есть истина, как ни странно, есть жизнь, богословы не очень говорят душой, что для них это не свойственно. Это на самом деле как бы так. Почему? Потому что у нас есть антологическое доказательство бытия Божьего. Оно говорит следующее, что бытие вот этого стула, бытие этой табуретки отличается, собственно, самого предмета или, собственно, от табуретки. Но при всем при этом оказывается, что есть такая вещь, в которой ее бытие полностью совпадает с его существованием. Таким образом, мыслить его сущность, это означает учреждать его существование. И табуретки мыслить ее сущность, это означает не утверждать ее существование, потому что сама табуретка может быть или не быть. Но мыслить сущность вот этого Бога или Абсолюта, это означает говорить, что Он есть. В этом состоит суть антологического доказательства бытия Божьего. Вот таково. Опять мы видим, что богословы не очень херят душой тогда. Потому что, когда говорят, что Бог есть истина, это действительно так. Потому что Бог есть непосредственность в квадрате. То есть это непосредственность, данная нам, как именно, как непосредственная. Ведь обратите внимание, что в моем рассуждении, и как и в рассуждении Гегеля о фенологии Духа по первой главе, там у нас непосредственность, хотя мы все понимаем, что истинность, это и есть непосредственная, она не дана нам в прямой предметной форме. Это невозможно. Она не дана нам в предметной форме. Более того, что любой предмет, который выдает себя за непосредственность, например, день для Геггеля, он выступает, как мы говорим, в качестве примера этой непосредственности. И эта сложная игра является предметом или источником рассмотрения в геггельском построении. Когда день выступает у вас не только в качестве самого себя, и ночь выступает не в качестве самой себя, но в качестве примера того, что здесь могло явиться в качестве предмета. То есть предмет оказывается примером бытия. Это очень странный факт, но я прошу на него внимательно обратить внимание, что стул, стол или что-то существует в пространстве, в времени, но одновременно есть сами. Стул есть сам, хотя его бытие не тождественно бытию стула. Стул есть сам, кресло есть само, но его бытие не тождественно самому креслу. Точнее, стул есть в пространстве, но стул есть сам, при этом его бытие не тождественно на стул. И стул выступает у нас в качестве примера бытия. Это очень интересно. Интересная его определенность. Да. Он выступает в качестве примера бытия всего лишь. То есть он выступает, во-первых, в простом аркте восприятия сам, а во-вторых, выступает в качестве примера бытия. Вот богословское понимание, изнотологического доказательства бытия Божьего, оно состоит, что есть такой стул, в котором бытие, и по определению у нас истина, выступает в качестве предмета, явленного перед нами. Если у нас истинность или непосредственность всего лишь сопровождает наше восприятие любого предмета, то, напротив, для Бога, то есть для Абсолюта, оказывается, возможно, такая ситуация, что она не только сопровождает к одной предмету, но она и сам предмет. Это очень важно, потому что, с моей точки зрения, это логическое доказательство не вполне корректное, и, быть может, такого предмета не есть. Но нам сейчас надо зафиксировать вот ту странную точку, что философы не бродят в океане чтойности. Для них неважно сравнить, что эта табуретка, и есть рядом знания об этой табуретке, то есть, что они может совпадают в числе ножек. Знания на шарпеть ножек, вот такой настоящей табуретке четыре. Не в этом состоит предмет, да? А ситуация состоит именно в непосредственности отношения нашего знания к, собственно, к табуретке. Вот в чем дело. И это и есть как бы истинность его, высокое понимание истинности философской. На самом деле, то различие, которое ты переводишь, да, это различие сущностей существования, сущностей бытия, на самом деле, с точки зрения субъекта, разведено на понятие того, что есть нечто достоверное и нечто истинное. Например, в чувственной достоверности. Нам нечто достоверное. Допустим, достоверная ночь или достоверный день. Да, но это не значит, что этот ночь или день является истиной, потому что истинностью является нечто другое. Да, конечно. И вот как раз разбиение определенности предмета, да, и его бытия проходит по линии разбиения со стороны субъекта на нечто, что достоверное и нечто, что истинное. Поэтому, когда ты говоришь об истинности чувственной достоверности, то ты имеешь в виду, что вот есть некая достоверность, некие чувственные данные, да. Оно просто достоверно. Но речь идет не просто о его определенности, да, которая достоверна вообще-то в чувстве, а о том, что в чем состоит его истина. А истина состоит его о бытии. То есть вот это различие достоверности истины и, с другой стороны, как ты говоришь, бытия и сущности, это вот как раз просто разный подход к одному и тому же разбиению. Либо со стороны предмета, да, когда говорят о бытии и сущности, либо со стороны субъекта, когда говорят о достоверности и истине. Там говорят о бытии и сущности, а здесь о достоверности и истине. То есть истина – это некая позиция, которую может усматривать только субъект. Он только, на самом деле, находясь в непосредственности, может отличить бытие от определенности. Он может увидеть в достоверности еще нечто такое, что мы называем истиной. Потому что различение сущности и существования – это нечто нетривиальное, это доступно только человеку. Да, конечно. Потому что, например, животные живут просто в мире определенностей. И вещи существуют только в мире определенностей. То, что на самом деле есть еще такая характеристика как бытие – это доступно только человеку. Только доступно только никому субъекту, познающему. И поэтому возникает различие между достоверностью, то есть между тем, что нечто для меня вот оно здесь передо мной, и я не могу в этом… Что значит достоверность? Это то, в чем я не могу сомневаться. Ну, не могу я сомневаться, что передо мной развернулась некая чувственная данная. Что нужно? Оно же несомненно. Да, ну, несомненно. Ну, а в чем состоит истинность его? Истинность состоит в том, что оно есть. Да, конечно. Да, конечно. Ну, что, это еще очень просто. Ну, а как же быть тогда с тем, что когда мы говорим, что теория истина? Вот, допустим, мы как бы отвлечемся от исторического, от некоторого рассматривания вопроса, да, от Гегеля. Мы говорим, что вот есть некая физическая теория. И мы говорим о том, что эта теория проверяется, она проверяется на истинность, да? Но мы иногда говорим, что она истинна. Это что значит? Что она соответствует неким критериям истинности? А именно, например, проверке эксперимента. Ну, я очень редко встретишь оборот, что, например, общая теория относительности... Ну, что, давайте последуем, как всегда, за языком... Нет, просто здесь еще раз. Различение... Давай последуем за языком, как и многие, как бы, да, рекомендуют это уже в первой главе. Ну, в самом деле, вот говорят, что общая теория относительности является истинной теорией гравитации. Я говорю, что она является правильной теорией гравитации. Как говорят по-русски. Нет, получается, что вот как раз в различении здесь возникает истинность и истина, да? который Александр Булдачок провел. Ну, вот я не знаю. Нет, я вот и хотел сказать, что есть ли это различие, когда мы говорим о теории, или его нет. Потому что, когда мы говорим о проверке некой физической теории на эксперименте, здесь возникает некого рода коллизия между понятием истинности в смысле правильности, в смысле соответствия некоторых критериях, и понятие истинности в смысле соответствия реальности, то есть соответствия истине. То есть если бытие – это истина, то есть жизнь – истина. Я представляю себе такую картинку, когда мы собираем такую своеобразную теорию, которая находится в ситуации отношения к действительности, теории гравитации, да, как отношения к непосредственности. Конечно, я картинку такую представляю, это возможно. То есть мы все-таки, когда говорим о теориях, речь идет все-таки об истинности, о некой правильности. Какой-то да. О некой правильности. Если бы это очень сложно, я с этим вот на сегодняшнюю секунду справиться не могу, хотя могу подумать. Ведь в самом деле есть же понятие концептуальных завершенных теорий по Гейзенбергу, да? Ведь у нас же не бывает так, что классическая механика, мы же все понимаем, что классическая механика не может быть оправдана. Да ведь? Или, например, фигурировавший сегодня закон Архимеда о том, что на тело, погруженное в воду, действует сила пропорциональная прямого тесной жидкости. Мы понимаем, что эти законы являются правильными, в смысле истинными, потому что они ни в коем случае не могут быть оправданы. Мы понимаем, что с комом истинной она является. Ну вот интересно. Ну, по всей видимости, есть же все-таки вот это понятие концептуально завершенной науки, то есть старшей науки. Вот она как классическая механика как встала, как на качестве науки, так она и стоит. Мы можем ходить по ее окрестностям, на ее погранице, и находить там всевозможные эффекты, типа эффектов, которые описывает преобразование Лоренца в специальной теории относительности. Да, ведь можем ходить. Но сама она по себе, как некая ставший концептуальный концепт, она завкнута совершенно и неизменяема. Так вот такое вот и есть ощущение. Это нам по типу математики. Да. Например, классическая электродинамика. Она же тоже завкнута, неизменяема, всегда и навсегда. Мы узнали, мы добились вот этого знания. Мы же очень важно понимать, что физические теории не являются моделями окружающей действительности. Некоторые думают, что они являются моделями окружающей действительности. Наша точность не позволяет ее потом, они потом подумали и новую, более совершенную модель сделали. Ничего подобного. Они являются самой действительностью. Ведь классическая электродинамика описывает электричество так, как оно существует на самом деле, а не так, как одна модель из бесчисленного количества применимости. Я не понимаю, что здесь выступает в качестве непосредственного. Очевидно, что здесь должно быть выступать что-то непосредственное. Но что к чему? Почему математика является языком Бога? Как так? Почему математика настолько эффективно описывает мир? Может быть, на самом деле является языком Бога? Я-то думаю, что только раз является языком Бога? Ну, можно же говорить о том, что теория, она на самом деле участвует в интерпретации эксперимента. То есть она как бы заранее уже, как говорят, что экспериментами данные теоретически нагружена. Поэтому в буквальном смысле различить теорию и эксперимент невозможно. Их нагруженность преувеличена, на самом деле. Потому что из этого никак не следует, что ты можешь как-то как-то эксперимент нагрузить теоретически иначе. И при этом у тебя получатся совершенно кардинально другие выводы. И ты на основе этих выводов тоже там создашь приборы, и они будут точно так же хорошо работать. Конечно. Ничего такого нет. Я хотел, чтобы в эксперименте что-то прочитать. Но сначала вот туда этот эксперимент интерпретировать с позиции теории. Это правильно. Но Стас совершенно правильно замечает, что ее нагруженность эксперимента она преувеличена. Ты нагрузив чем-то другим я повторяю Стас фактически, нагрузив чем-то другим теорию, ты эксперимент чем-то другим, ты не получишь правильной теории. Это чудесно. Но все-таки давайте вернемся к вопросу об истине как некой непосредственности, которая нам дана. И истинности как соответствия какому-то критерию правильности. Да, вот смотри, опять мы же говорим о непосредственности каком-то. Просто вот вам интересен пост, на котором я и не думал. А когда мы говорим о физической или математической теории, что выступает в качестве непосредственного? Ясно, что что-то выступает непосредственно. Потому что я говорю, что классическая электродинамика не есть одна из многих моделей высокой точности, которая описывает мир. Она и есть именно сам мир. Не только же такая электродинамика. Все теории. Уже ничего в этом, в этой тексте теории придумали. Да, классическая механика такова. Классная физика, по-моему, да? Ну, не знаю. Как бы она и выписывается в сам мир, допустим. Уже есть там квантовая электродинамика, да? По кванту механики, такого сказать сожрем нельзя. Что у нас законченный концепт, там много чего непонятного. А вот по классическому электродинамику... Ну, а сколько много математических концепт? Да, да. Но они менее интересны, потому что они не соотносятся никак с реальностью. Нет, вот их успех во многом, удивительная эффективность математики, в области, естественно, я немного цитирую статью, да, фактически, она основана на том, что очень похоже на то, что математика не является каким-то нашим отвлеченным фантазией, языком, на котором мы описываем мир. Она и есть язык мира. То есть математика фактически точно так же, как вшита в мир. Да, 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 да. Вот я это и хочу сказать. Вот электродинамика вшита в мир, мы ее прочитали, так и математика встроена в мир, и мы его просто научились на этом языке говорить. Мы учимся на нем говорить, мы обогащаем словарный запас, занимаемся сложной этой... не только семантикой, но и синтаксис его узнаем получше. Но сама же математика чувствует свое неосновательное. Сама внутри, сама себя. Да, она потому что не может понять, не может понять, откуда взялись ее... Ну, то есть она сама внутри себя неустойчива, при том, что мы готовы ее языком Бога. Да, потому что здесь нету противоречия. В этом именно состоит доказательство моего тезиса. То есть она сама не понимает, почему она настолько эффективна, и почему она работает. Они не могут это ее оправдать. Тем не менее, смотрите, тем не менее она работает. Тем не менее, она противоречива, кажется, ставит такие вопросы. Да. Но, тем не менее, она работает в этом страчности. И она может быть в том случае эффективной, если она действительно как бы списана с реальностью, а реальность самосогласована, сама ряльница. На самом деле, реальность является настоящим неизыкомом этой реальности. Быть может, она не только в реальности стоит, но она стоит еще, как я всегда говорил, в форме отношения нас к реальности, поскольку она... Ну да, конечно. Может быть, я бы сказал, что она обалдела и эффективна в поле нашей, придуманной нами реальности. Она описывает наши технологии, и вот то, чем мы научились владеть. Прикол состоит в том, что другого нет, по всей видимости. Всякая реальность всегда наша. Да, для нас. Да, она не может быть другой. Всякая реальность всегда наша. Раз это наш способ отношения к миру, математикой каким-то образом последует, то так оно и происходит. Поэтому несполятно говорить о мире, который как бы весь человек... И это большое чудо, что мы не можем обосновать математику, но математика работает. Мы не можем понять, почему классическая электродинамика является не моделью такой-то точности приближения к окружающей действительности, а именно самим миром. Предсказательным инструментом. Да, не предсказательным инструментом она является, а вот именно идеальность. Теория — это и есть то, что есть как бы мир, да, как мир устроен. Да, 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 да. В сжатом, в сжатом мире. Да, 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 да. Это его квинтенсенсия. И мы эту квинтенсенсию понимаем. Не моделируем как-то там, а не как... Но это еще на самом деле пластическое понимание, что такое наука, если думать. Потому что можно говорить о том, что о какой-то конвенциональности, да, можно говорить там... Да, конечно. О том, что мы сочиняем, что-то, да, придумываем, там, творим какие-то новые миры. Ну, мы, конечно, этим тоже занимаемся, и творим, и договариваемся, но есть научные дисциплины, где их законченности и совершенства не справляют в вопрос всевозможного вопроса, без сомнений. Поэтому я думаю, что здесь тоже речь идет о какой-то форме непосредственно, чего с чем. Да, мы просто, видимо, просто понимаем этот опыт и умеем каким-то образом все свое знание соотносить с реальностью. Каким образом мы это делаем? Ну, вот научились, это вот нечто, что не может быть в виде алгоритма выписано, да, и как бы... Эксплуицировано и показано, каким образом происходит это... А может быть, можно и в качестве алгоритма можно было выписано, кто его знает. Может быть, можно и в алгоритме выписать. Но если будет можно выписать в алгоритм, то... То и выпишем. Ну, это всегда человек-робота. Нет, вот человек-робота не понимает. А зачем? Если все можно будет выписать в алгоритм, то... Нет, я хочу обратить внимание, что, несмотря на глубокую порочность кабалы и всевозможных математических практик арифметических... То есть только кабалы. Кабалы, да? Но кабала она все-таки, наверное, кабала. Или кабала. В общем, зафиксирую, что есть три вида произношения слова кабала или кабала. Что три их есть, и некоторые, они даже с двумя... И мы большие знатоки. Да, мы совершенно не большие знатоки. Просто хочется сказать, что, как ни странно, всевозможные арифметические теории, связанные с вычислением чисел, пересчета строчек в Библии или в Торе, они глубоко неправы, неправы по своему алгоритму, но правы по сути, что действительно, подобного рода язык существует. Нет, ну они же там есть даже такие интересные фильмы, где якобы в Библии есть зашифрованный некий код. Это ты его узнаешь там, как бы, он узнает всю тайну Вселенную. Ну вот, они неправы, потому что он зафиксирует, конечно, не в Библии, да. А где? Ну вот, ученые этим занимаются, берут его и расшифровывают. Ну расшифровывали, сейчас непонятно чем занимаются, как бы, скорее всего, как и все, зарабатыванием денег. Концидентный смысл показан, все дело в зарплате, да. Концидентный смысл деятельности ученого ведь утрачен, согласитесь, на следующем. Да, ведь утрачен? Ну, подавляющее, в большинстве. Нечесть, тем большим всем. Концидентный смысл утрачен, а вместо этого люди занимаются. Еще один способ зарабатывания денег. Разводки лохов на бабло, да. Ну все, у меня.